Всем привет! Мы сейчас находимся в парке Гуэлли. Хотели поехать сюда в первый день, когда мы только-только приехали в Барселону, но не получилось, потому что первый день, что-то я как-то пересвеченная, да? В общем, первый день мы поехали за пуховиками в Зару и в Юникло, а не в парк Гуэлли, потому что мы окоченели. Вот сегодня уже где-то четвертый-пятый день, помню, уже мы в Барселоне, и мы наконец-то купили билеты, потому что каждый день sold out. И когда мы сюда приехали просто в какой-то замечательный солнечный день, мы поцеловали дверь, на которой было написано, что билетов нет. Мы зашли на сайт, купили билеты, билеты стоят 10 евро на человека взрослого, на ребенка бесплатно. Так что вот гулять сегодня будем здесь, в красоте Гауди. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, вон я сияю своей улыбочкой в окошке, да, в зеркале. Короче, я нашла Томфордовскую, новую Электрик Черри. Батюшки, как красиво! Это, конечно же, вишня, черешня, это имбирь, это розовый перец. Розовый перец здесь настолько ярко выражен, он такой классный. Я люблю, когда сладость и горечь вместе соседствуют, сосуществуют. Это очень красиво и характерно. Мне очень нравится этот аромат, намного больше, чем Лос Черри. Здесь больше про ликер, и вообще он как-то, мне кажется, монотонит. А этот очень классный за счет своего перца. Знаете, кто-то вот на фрагрантике написал «Коробка старых вишневых чупа-чупсов». Таких вот, знаете, старых, потому что с горчинкой. Обалденное описание, все вот именно так. Это коробка вишневых чупа-чупсов. Класс, класс, класс. Вот еще, девочки, аромат, которого я не видела у нас в Москве. Буа-Марукай. Опять же, вау-эффекта не произошло. Здесь в нотах кедр и перец. Это как будто бы разбавленный Эбенфьюм. Вот как будто бы вы целый день походили в Эбенфьюм, и к вечеру у вас волосы, одежда, руки пахнут вот так вот. Влажный такой, древесины остренько и перчиком. Мне кажется, опять же, аромат больше мужской, чем женский. Я все не могу нарадоваться этой Электрик Черри. Я немножечко тут пока ей наслаждаюсь, смотрю на остальные ароматики. Друзья мои, если бы я могла вам закрыть глаза, вот так вот, знаете, вот так вот, я бы обязательно вам их закрыла, а потом, когда открыла бы, показала бы вам Вику. Просто ничего необычного. Просто Вика Костякова у меня как бы в экранчике телефона. Очень забавно, когда ты долгое время, годами, да, смотришь человека, а потом он, молодец, появляется в твоей жизни. Вот он, как на ладони. Это очень мило. Она говорит, Таня, ты как из телевизора. Я говорю, ты тоже как из телевизора. Мы как сумасшедшие друг друга трогали за все места, руки там и все такое. Это очень мило. Привет! Мы тут, значит, наводим шороху в Ланком, в Мейзон Ланком. Значит, что мы решили? Что? Все здесь очень легкое, ничего, ничего не чувствуется, ничего не слышится. Пьет тетру. Простят меня французы, да простят. Это какие-то смеси мускусов, которые я вообще, честно говоря, не ощущаю. Жасмин пахнет жасмином, неудивительно, да? Роза пиония пахнет розой и с пионами. Ну, короче, очень все цветочно. Легко, шикарные флаконы, очень красивые. Я очень люблю Корнер Герлен. И я вот Вике показываю один из моих самых любимых. Это Тонкая Империаль. У него такой не очень симпатичный цвет жидкости. Какой-то, да, серо-буро-малиновый. Вот. Я говорю, что он очень похож на Гурман Какан. Какой-то вот он в этом же направлении. Посмотрите, какая пчелка милая. Шикарный аромат и для мужчин, и для женщин. Вот шоколад я в нем чувствую. Вика чувствует марципан. Ну, это в начале. Смотрите, сколько набрала. Жалом вводим, жалом вводим. Смотрите, сколько всего. Ой, вот эти вот ароматы. Давай ты будешь рассказывать, а я тебя поснимаю. Давай. Друзья, мы сейчас вам такое покажем. Я не представляю себе. Это ароматы, которые нужно наносить прямо на одежду. Вот этот, например, называется Uda Lingeri. Я не знаю, короче, я вам по-испански читаю, но это нижнее белье. И этот аромат типа нужно на нижнее белье наносить. Вот этот... О Декатон. Да, О Декатон. Это надо наносить типа прямо на хлопок, на одежду из хлопка. А вот это вот удалить, это на лен. Есть еще пашюмир в этой коллекции, но здесь нет. Ой, слушай, прям такая разница между хлопком и леном. Прям, слушай. Ну, вот наши герлени ее понимают, чувствуют. Не то, что мы. Они очень легкие, они очень милые. Они идеально, наверное, будут на весну, на лето. Но вообще меня смущает то, что их рекомендуют пшикать на ткани, а не на тело. Но тем не менее, вот как бы... Я так понимаю, что там больше воды, меньше спирта разревают. Поэтому они не очень стоят. Девочки, я в Шанели. Вторая попытка моя увенчалась успехом. Значит, я взяла то, что мне надо было уже давно. Никак не могу выбрать себе что-то здесь из этой линейки. Все мне пахнет бабками. Все мне не очень приятно. Единственное, что мне понравилось, это 18-й Шанель. Вот я вот вся им сейчас облилась, всю руку. И что хочу сказать. Да, мускусно. Да, немножко классический. Но приятно за счет того, что он землистый. Но я люблю вот эту землю, пачули, листочки. Вот это все моя тема. Мушистые ароматы тоже моя тема. Однако Карамандель, опять же, это абсолютно ненасибельный для меня аромат. Он просто как бы пахнет шкатулкой лакированной. Ну как девушка может пахнуть шкатулкой лакированной? Я не знаю. То же самое вот мы с Викой обсуждали сейчас. Лилион. Ну как может девушка молодая пахнуть шкурой мед... Ой, медведя. Шкурой льва. Ну или какой-то там, короче, шкурой. Ковром мокрым, львиным. Я не знаю. Короче, на сегодняшний день мне вот понравился 18-й. Не было тестера сейчас в магазине. Короче, мне не дали. Ну да ладно, не судьбинушка, надо какие-то еще раз делать подходы. Вот. А так, вот такой вот обычный корнер. Здесь нет очков солнцезащитных. Обычно тут есть какие-то аксессуары еще в таких корнерах. Но здесь нет. И цены, честно говоря, негуманные на уход. Я взяла несколько айтемсов оттуда. Но цены не очень, поэтому закупаться сильно я тут не буду. По поводу круизной линейки. Ривьерочка у меня есть. Наслаждаюсь летом. Все остальное пока что, ну не так, чтобы прям сходить. Прям надо купить. И прямо сердечко забилось. Девочки, мы в Селине. Я первый раз на самом деле тестирую их ароматы. Мне сказали, что парад это их бестселлер. Ну это такой, знаете, цитрусовый, бергамотистый, мшистый фужер. Мне пахнет мушечными из душа. Вот прямо свеженамытыми. Свежий аромат, кисленький, цитрусовый и остренький за счет мха. Дальше сказали, что вот этот Сен-Жерман. Это про цветок апельсина, но мне пахнет очень сильно мылом неролишковым. Ну потому что в мыло часто добавляют нероли. Поэтому, конечно, такая вот ассоциация. Посмотрите, такие флакончики симпатичные. Классические, ничего лишнего. Логотипчик. Мне нравится такая форма. Дальше, что мы еще попробовали? Мы попробовали, значит, вот этот аромат. Это мой фаворит от И.Калифорния. Это шипр, друзья мои. Неудивительно, да, это шипр. Здесь бергамот, здесь мох и пачули. Я обожаю этот тандем. Когда есть острие, как я люблю называть ножа. Это мох и темнота пачули. И свежая верхняя вот эта вот история цитрусовая. Мне очень нравится. Это всегда звучит, ну, как-то очень цепляюще для меня. Я всегда обращаю внимание, когда вот такие вот ароматы где-то представлены. Очень часто они у меня сразу попадают в фавориты. И вот этот аромат, Вика, не дотянуться. И этот аромат, Night Clubbing, пахнет реально одеждой после ночного клуба. Вот когда вот вы сходили в ночной клуб, когда там покурили, потанцевали, ром с колой выпили. Вот это вот все веселуха прошла. И вот вы возле ночного клуба стоите и курите, может быть, да. Вот такой вот аромат. Опять же, носить на себе не представляю возможности. Потому что это странно пахнуть так, но как аромат впечатления, как аромат, ну, своего рода искусства. Очень интересный, очень такой вот необычный. Редко такое встретишь вообще на парфюмерном, да, нашем поприще. Ну, вот такая вот интересность. Все остальное пока что не могу сказать, что что-то понравилось. Хотя линейка большая. Есть вот какие-то сильно сладкие ароматы, сильно древесные. Я на них не особенно, ну, не обращаю внимания, потому что не моя как бы категория. У нас тут уже столько пробников. Нам надавали по доброте душевной вот таких вот миниатюрок. Испанцы, конечно, лапушки. И все хорошо нам рассказывают, объясняют. Дарят подарки, хотя мы абсолютно ничего не покупаем. Просто стоим и трещим. Слихулия тут. Очень здорово. Кстати, тут также есть и одежда, аксессуары, селезки вот здесь, вот кошелечки, сумочки. Ну, мы, конечно же, жалом водим подушка. Посмотрите, какая яркость. Какая конфетка тут у нас на горизонте парфюмерном. Это Каролина Эррера, да, Каролина Эррера Нью-Йорк. Вот такой вот корнер с цветочками. И вот с такими флакончиками, очень милыми, немножко инфантильными, но мне, если честно, нравится. Такой, такие шармы. Вот этот ароматик пахнет жвачкой. Мы решили, что это будет жвачка. Обтянутая то ли кожей, то ли чем. Каролина Эррера. И такая помадка, сладкая жвачка. Это у нас колорадские жуки на проводе. Ну, реально какой-то ужасный аромат. Пахнет жуками раздавленными. Это я забыла о чем. А, это что-то... Упс, я все попадала. Аромат такой сладко-цветочный. Ну, ничего особенного. Такое очень часто можно и в люксе увидеть. Поэтому идем дальше. Так, это у нас что? Это креветка. Креветка. Пахнет морем. Не очень такая светленькая креветка. Да, что-то какое-то очень море. Не очень, очень, не очень. Хотя вот тут вот на шармике вроде как нералишка, да? Такая цветок апельсина. Очень милые флакончики. Желто-цветочный аромат фэбилос. С глазиком. Яркий, красивый, но очень чего-то опять же напоминает. Мне из люксок. Что-то очень желто-цветочное. Синий с ананасом ни о чем. Поэтому мы на нем не будем останавливаться. Ну, ароматы для девочек, припевочек, хороших, милых. У нас ни нос не дышит, ни мозги не работают. Идем. Идем дальше. Мы дошли до красавчика. Крыши сносящие. Но я хочу отметить, что если вы любите клубнику, если вы не боитесь мускусов, обратите внимание на La Capital. Действительно, яркость безумная. И клубника нехимозная, красивая. Ой, прям с грядочкой с бабушкиной. Прям здорово. Я Капиталь. Я давно о нем слышала. Много мне рекомендовали его попробовать. Как такой клубничный, ягодный аромат. Мне он очень понравился. Но, опять же, вслепую, да, вот так вот, прям схода покупать флакон нет. Потому что, ну, мускус, он имеет место быть. Он имеет место очень большое быть. Вот. Поэтому, да, смотрите, какое у меня сегодня кольцо. Кольцо-шторка. У Вики веер огромный. Просто можно делать даже опахало. Мы сидим в кафешке. Мы сидим на улице. Вообще, это такое кафе. Здесь в основном все пьют чай, кофе, коктейли и заказывают чурос. Вот они вот, чурос. Мы тоже заказали. Сейчас я вам все покажу. Вот такая вот тут верандочка. Немножко видно Барселону. Видно город. Мы решили посидеть здесь. Яна заказала что-то какой-то усидить. Ну, там было написано все для одного. Но, Вика, ты мне поможешь, ладно? Поможешь мне? Два сэндвича, шоколадная слоечка, шоколадные бисквиты. Тут еще что-то, какой-то бисквит. Вода, чай, горячий шоколад. Опять бисквит. Цурос. Это Вика меня позвала без сахарной десерты, без глютеновой вот эту вот всю историю. Я говорю, конечно, пойдем, пойдем. Пришли, девочки мои дорогие. Мы пришли поесть без сахарную историю. Друзья, всем привет. Всем доброе утро. Мы на вокзале. Уделяемся в Журону. В Журону. Мы хотели еще в прошлый раз, когда были в Испании, съездить сюда, сюда, в Журону. Потому что очень старый, красивый город. Даже, можно сказать, и древний. И там еще, что знаменательно, снимали Игры престолов, сцены некоторые. Поэтому, ну, вы понимаете, да, в каком стиле этот город средневековый. Очень красивый, каменный, обожженный солнцем. В общем, все, как мы любим. Мы сейчас уже в поезде. Мы купили билетики по интернету. И отправляемся ехать нам 45 минут. Мы что-то бежали на каких-то всех парах. Хотим есть, хотим пить. Ребенок всегда хочет пить, есть, писать, какать. Короче, все вот это вот. Поэтому мы сейчас что-нибудь купим в баре, прям в поезде. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. И поедем. Снимать сказали нельзя, девочки. Но вот так вот, короче, выглядит бар. Потихо вам снимаем. Будем сейчас пить чай и есть багет. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, дорогие мои, добро пожаловать в Жерону. Кто-то на гитаре играет. Тара-тати-ташки-тати. Так, ну что, добро пожаловать. Вот мы двигаемся вот туда, как вы поняли, да? Вот такие вот, ну как бы так сказать, мягко, милые развалины. Мне кажется, что несмотря на то, что место колоритное, яркое, запоминающееся, люди сюда едут ради фоток, ради видео, но мне кажется, что люди живут тут очень бедно. Все обшарпано. Вот посмотрите, на такой речке это все происходит. Тут дохлые рыбы плавают, не буду вам их показывать. Поэтому нету никакого колорита и красоты. Мы с вами двигаемся дальше. У нас тут, пока мы идем по пути, очень много ювелирных магазинов. Вот я нашла магазинчик Помилату. Очень красивые конфетки, такие камушки, прям как конфеточки. Сияют при искусственном свете. Милищество и ваше красо... О! Привет! И ваше красотейшество. Я мерила эти колечки, и, к сожалению, самый маленький размер мне большой, и мне надо будет его уменьшать. Вот еще какой-то бренд Фред. Я о нем не слышала раньше. Очень милые браслеты, типа такие в морском стиле, да? С разными ремешками цветными. Милые сердечки с камушками. И вот такие тоненькие браслетики на веревочке. Зеленые, розовые, оранжевые. Всякие разные. Цен нет. Не знаю, сколько стоит. Вот еще что-то какое-то морское, цепочное. Фоп. Моя мамуся, моя домуся, моя чаянтуся, моя мамаша, моя... Моя мамаша. Моя мамашенька, моя мамаша, мой папаша. Я твой папаша. Я дочеряша, моя дорогуша, дорогуша. Моя мамаша. Все, мои дорогие, мы уже в аэропорту. В зале ожидания. Я на этом потихонечку заканчиваю свой испанский влог. Увидимся мы с вами обязательно во влоге из Италии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо за внимание. Муж собрался лететь. Тут очень классный зал. Смотрите, какое у вас арти для подбадривания духа. Короче, друзья мои, всем огромное спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии этому видео. Мне будет очень приятно. Ваша обратная связь. Мы на этом с вами потихонечку прощаемся. До скорых встреч и пока-пока. И, кстати, самое главное, что обязательно поставьте свои лайчуси, поставьте комментарии, которые вы считаете нужными, важными, приятными для меня и для себя. Потому что я буду обязательно разыгрывать подарки из Испании. Всякие классные вкусняшки, классные блокнотики, открыточки. Все, всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова